Футболисты из Карачао-Черкесии провели товарищеский матч с соперниками из Ростова. Молодежка, выступающего в премьер-лиге клуба, приехала в Черкесск, чтобы противостоять лидеру турнира третьей лиги в зоне ЮКСКФО. Подробности матча Нарт-Ростов в сюжете Артура Мхце. Перед началом очередного футбольного матча в столице Карачао-Черкесии могло показаться, что товарищеская игра Нарта с молодежкой Ростова не заинтересует поклонников самого популярного вида спорта. Пустоты на трибунах намекали большую вероятность отсутствия у хозяев фанатской поддержки. Однако соскучившиеся по большому футболу болельщики республики еще до стартового свистка доказали, что готовы гнать своих любимцев к новым победам. Особая роль в группе поддержки была отведена этим юным зрителям, которые стали первыми в официальном фанатском движении Нарта. Это популяризация футбола идет в целом. Это наша молодежь, это наши будущие футболисты, это наше будущее. Для чего делается, собственно, вообще все это? Это делается для детей, потому что большая часть болельщиков все равно приходит, даже те же родители, приходят с детьми. Это семьи, это уже семейные фанаты, молодежь наша все. Сама игра на первых порах казалась несколькой вязкой. Противники прощупывали слабые стороны друг друга. Поначалу складывалось впечатление, что молодежь из Ростова увереннее чувствует себя под давлением. Мяч у гостей двигался по полю быстрее, передачи на ход и в ноги партнерам были точнее, удобнее. Это и понятно, гости в прошлом сезоне являлись одной из лучших команд первого этапа молодежного турнира. Нарджи собрали в боевой состав лишь перед началом нынешнего сезона в третьей лиге. Однако постепенно игра передвинулась на половину поля ростовчан. И на 27-й минуте быстрая атака лидера зоны Юг СКФО привела к изменению счета на табло. Это оказавшийся в штрафной Дмитрий Михайлов замкнул усилия партнеров. Однако почти сразу гости ответили своим разящим выпадом. Так первый тайм и завершился 1-1. В перерыве зрителям была представлена фанатская группа ребят. Мальчишки получили в подарок от руководства футбольного клуба мяч. У них также будет возможность поддерживать любимую команду, в том числе во время выездных матчей. Все за клуб всегда один, мы в Канарте победим! На второй тайм хозяева вышли в обновленном составе и замены сразу дали результат. В первой же острой атаке ростовчане сбили в своей штрафной игрока Нарта. Судья назначил 11-метровый, который уверенно реализовал Шихамир Исаев. Затем Дмитрий Михайлов упрочил преимущество, забив свой второй гол. Однако гости тут же вновь огрызнулись, вколотив мяч в сетку с пенальти. Впрочем, спустя несколько минут разрыв в счете опять стал комфортным. Итог 4-2 в пользу футболистов Нарта. Следующий официальный матч команда из Карачао-Черкесии проведет 19 июля, когда примет на своем поле соперников из Северной Осетии. Артур Мкц, Анастасия Лой, Белла Чикатуева, Расул Бердиев. Вести. Карачао-Черкесия.